Микс Ньюз Очень позитивно Причем, если у нас есть возможность быть в эфире Мы очень рады такой возможности Потому что это очень Бодрит Прям весь день Потом ты такой На таких приятных иголочках ходишь А график музыкантов не подразумевает Такое более вечернее время? Подразумевает, конечно Но в эти дни Надо что-то делать, чтобы Все продолжалось, все было активно Это одна из частей музыканта Приходить утром, приходить вечером, днем В любое время сутки В любое время сутки Как пословица говорит Кто ходит утром Кто ходит гостем по утрам, то поступает мудро То тут 100 грамм, то там 100 грамм На то оно и утро Да 100 грамм кофе И чая Всем приятного завтрака И бодрого пробуждения У вас достаточно такой интенсивный Насыщенный сейчас гастрольный тур Вы несколько десятков уже городов Я так понимаю Объездили Или продолжаете вернее Еще Ваш чувство Россия С начала города Россия Это все Дело Я так понимаю Закончится большим заключительным концертом В Москве Можем сказать Что продолжится Потому что Сейчас будет Нижний Новгород 2 ноября Москва Декабря Да Москва 4 декабря Это будет наверное Самый все таки Большой концерт Большой концертный зал Очень такой Особенный В Москве Все которые Хотят Как-то Отметиться Что они в Москве Обычно Да Это крокус Большой Большой зал Да Много гостей Будут Би-2 Придут Каста Придет Саша Петров Придет Саша Гагарин Придет Кто-то Наверное Еще придет А потом Вообще Знаковый Ведь у вас 30-летний юбилей Вы отмечаете В этом году Ну так получилось Вы с какой-то тоской Ну Или Не ну Не с тоской Но мы не очень Отмечаем такие цифры Акцент на эти цифры Не делаем никак На что вы делаете Акцент Мы хотим Свои концерты играть И вот Как-то Российский Рынок Либо Такая Особенность России Что Они любят Как-то назвать Все концерты По какой-то Названии Это важно Придать Какое-то Особенное Не знаю Поэтому вы Назвались музыкальными Историями Ну это конечно Очень хорошо Это как обложка Как книги Ну что Название книги Получается Ну и вот Поскольку есть Эти 30 лет И за 30 лет Накопилось Очень много разных И музыкальных Историй И просто историй Которые Очень много В жизни В Рейнсторме Было И будет Я надеюсь Ну вот Это мы все Сыграем Это мы расскажем Между песнями Будут разные Рассказы Я знаю Рейнерс Очень хорошо Это делает Правильно Ну я буду стараться Но публика отличается С каждым разом Больше и больше Рассказов Да Не Не должно быть Хороший Такой Это все-таки Концерт Музыкальный Это же не стандап Это надо Ну разумно И история И музыка Ну потом еще 6 декабря Это Санкт-Петербург Если кто-то из Риги Кстати очень много Едут люди из Латвии Тоже Откуда вы знаете Вы проводите Вы спрашиваете Мы встречаем Вот сейчас В Калининграде Когда были Тоже встретили Некоторых из Латвии Просто едут на концерт Поскольку это очень близко И Сейчас электронный Упрощенный еще Визовый режим Поэтому Да Гражданам Латвии Теперь даже визу Не надо делать Чтобы поехать в Калининград Или в Питер Что идет Да Может быть Это способствует тому Чтобы Больше наших Было на концертах В России В Брайнсторме Такой вопрос Брайнсторм Про Тайбетера Никогда в России Поскольку вы часто Ганстролируете Не задавали вам вопрос А почему Нет русского названия Там Мозговой штурм Или как-нибудь Вас может быть Представляли На местных Радиостанциях В СМИ Да Вы знаете Мы иногда Делаем пари Перед выступлением Как нас объявят Или Брайнсторм Или Брайнштурм Причем Брайнштурм Если бы Мы начали в России Такую историю Мне кажется Было бы интересно Да Он хорошо бы Брайнштурм Или Брайншторм Так мне кажется Ну там можно подумать Да Но В принципе Не было проблем Да Те которые Как бы Поглубже знают Истории Брайнсторма Они нас иногда И про Тайбетера Называют Но так Так не было Таких Как бы Недразумений Недразумений Вот оно слово Недразумения Были в других планах Потому что Есть несколько групп Брайнсторм В мире Есть например В Германии Есть Группа Тяжелой музыки Брайнсторм И мы С Большим Группой Серьезного рома Да С большой улыбкой Всегда вспоминаем Один фестиваль Где нас пригласили Пригласили Словакии Или Словении В качестве Хедлайнеров То есть Главных Главная группа Фестиваля Тяжеловеса В музыке Тяжелой Конечно поехали Мы удивились Что нас так позвали Тогда Ну все таки Хорошо Давайте поедем Мы приехали Ходим в территории концерта То есть фестиваля И все какие-то такие Темные Темные Кожутые Темные глаза Да И волосы вот такие Да Колено Ну Оказалось Да Мы не поняли даже Что это вот так Может быть Что другую Другой брендстор Может быть Позвали Мы сыграли Свои лучшие песни В клешах Ярких В яркой одежде И очень-очень Хорошо приняли И потом Только мы подумали Что О-о-о Это же Так было Получается Та группа Заявленная Немецкая Тоже не была Или были одновременно Две группы брендсор Нет Мне кажется Никто до конца Не понял Что случилось Но явно Что-то Не по плану пошло Да Нет Ну были мы Немцы Наверное Где-то В каком-то Легкого жанра В фестивале В то время Выступали Да Они в шубокском Эстрадном фестивале Ну последние полгода Были особенно Насыщены Для группы И вы записали Песню С каста Песню про секс И насколько я знаю В основу В основу этой песни Лег сюжет из жизни Да Это правда Да История была Такова Что Вообще Началось с того Что У нас Фестиваль В выходные Который Происходит Призошел Уже в Петербурге И Так как мы Уже сотрудничали С Кастой С Лади Из группы Касты Идея была Такова Что у нас Перед этим Была песня Ступеней И мы Пропросили Может эту песню Надо сыграть На фестивале И Владик Говорил Реннерсу Это хорошая идея Ну давайте Песня уже старая Что-то новое Надо сделать Ну И мы Начали Общуждать Идею И тематику О чем могла бы быть Песня Сели В кафешке За столом И начали Такие идеи Как бы Брейнсторб Такой Застольный Начался И Слово за Заслово Всякие Истории Примеры И я Рассказал Одну Историю Как у Моего Папа Когда был Юбилей Семьдесятилетие Были Приглашены Гости И Мы Там В том числе Сидели За столом И Как-то Под вечер Уже Папа Просто Встал И спросил Может у кого-то Есть какие-то Вопросы За жизнь Или Что На которых Вы Хотел Чтобы он Ответил Но я Встал И сказал Почему Когда Я был Юношей Ты Мне Никогда Ничего Про секс Не Рассказывал Он Немножко Так Возмутился И посмотрел На моих Братьев Которые У меня Два Мы В семье Три Братья И сказал Ну У тебя Двое Старших Братья Они Рассказывали Все Да Наверное Ну Наверное Да И так Ладя Эту Идею Да Как бы Подцепил Зацепил Его Он Сказал Давайте Работаем На этой Теме Поехал К друзьям К Асти Группе И они Уже Буквально Через Пару Дней Нам Прислали Такую Версию Где Они Уже Эту Тему Обсудили Глубже То есть Эта Песня По сути Пособие Как поговорить С ребенком О сексе Ну Кстати Может Да Просто Включить Вашу Песню Хотя Вы Послужите Разговоры Самому Неудобно Поставьте Песню После Этой Песни Марис Расскажи Свою Историю Как ты Говорил Своими Детями Да Вы знаете Тоже Намечалось Тот Фестиваль В котором Впервые Будет Эта Песня Мы И с кастой Споем В Петербург Ехать Со своей Семьей То есть И с детьми Тоже 9 и 12 лет Ну Я понял Что Как же Это будет Что Мы будем Выступать С песней Про секс Но Я с ними Об этой теме Никогда Не говорил Тогда Перед Поездкой Вечером Пригласил Сказал На коленке Ребята Ребята Давайте Я вам Что-то Расскажу У меня Был Такой Детский Журнальчик Где Это Все Хорошо Там Показано И Нарисовано И Я говорю Вот Смотрите Вот Как Рождается Ребенок Откуда Он Вообще Появляется Появляется Да И открывает Журнальчик Иду По Этим Картинкам И они Говорят Папа Ты что Делаешь Мы же Это Все Знаем Как Это Мама Уже Рассказывала Ну Все Тогда Все Можем Ехать Отбой Такой Фу Ну Зритель Готов К разговорам На такие Может быть Табуированные Темы Я надеюсь Может Эта песня Просто помогает Кому-то Задуматься Что это Важная Тема И С детьми Надо Об этом Говорить Ну Там Не надо Стесняться Просто Почему бы Не рассказывать Но очень Многие Наверное Не говорят Да Или Может Быть Такой Случай Что Как В моем Случай Послушал Молодой Человек Или Девушка Эту Песню Подходит Папа Почему Ты со Мной Никогда Не говорил Про секс Да И вот Этот вопрос Возникает И его Как-то Родителям Надо будет Решать Социальная Тема Да Очень важная Социальная Тема Еще одна Песня К осени Сансара Совместно Была записана Тоже Все не так Однозначно Как в названии Песни То есть Там смыслов Гораздо больше Нежели чем Просто Времени года Там действительно Много смыслов Я думаю Там каждый Может Своё найти Это может быть Рассказ Про отношения Которые Тихонечко Идут К осени Это может быть Про возраст Который Тоже К осени Потихонечку Приближается Я думаю Мы все Это как-то Чувствуем В своих жизнях Ну не так Остан Конечно Что Весна Тоже Интересная История Что мы Эту песню Спели Не то Что спели Песню Мы спели Другую песню Вместе Ты не один Песни наших Друзей Шуры и Лёвы Из Би-2 Из проекта Несчётный воин И мы пели На день дождение Телеканал Дождь Да И Миша Козерев Наш старый добрый Друг Придумал Что надо Вот такой дуэт Сделать Он придумал Разный дуэт Вот Но Именно С Сансарой С Сашей Гагарином Что он Присоединится Нам на эту Песню А мы Послушали Что Сансара Поют И нам Очень понравилась Эта песня К осени И мы Придумали Что надо Сделать Такой микс Песен Ты не один И к осени Так мы сделали Спели эту песню А потом Как-то Эта песня Впала Запала В душу Нам И мы придумали А давайте Сделаем новую версию Этой песни И поговорили С Сашей Он был Очень за Ну вот И мы сделали Песню Позавчера На органте Выступили Было здорово Люди Очень хорошо Принимали Мы уже В Сибири Ехали С этой песней В туре Играли Сыграем Ещё Сыграем Ещё Время идёт К осени Гитары Мы не бросили То есть есть что-то Что остаётся Неизменное Несмотря на сезон Что-то очень такое Фундаментальное Рассказ такой Музыканты Да Мы не сдаёмся Мы за своё Держимся Давайте я вас попрошу Сейчас взяться За наушники Да У нас есть звонок Сейчас радиослушатели Да Поделиться Может быть Наушники Давайте поделимся Да Хорошо Так Доброе утро Мы вас слушаем Доброе утро Вы делитесь Историями Давайте Я своей поделюсь Как-то работал В Москве И там Мужичок Такой клиент Настырный Говорит Слушайте У вас там В Латвии Фашисты Маршируют Что вы там Порядки Вести не можете Вот ненавижу Вашу Страну И у него В это время Играет мобильник Я говорю А что же вы Страну нашу Ненавидите А музыку Нашу Слушайте Он говорит Это англичане Это Брайан Стон Это не ваши Да Спасибо большое Спасибо Спасибо Вот Видимо Бывают и таки Это интересный По-моему Да Кстати Все знают Что вы из Латвии Действительно выступаете На трех языках Вы гастролируете По Великобритании По Европе По России Да Ну О Латвии И говорить не стоит Все признают Все знают Что Брайнсторм Это Латвия Может с Литвой путают Я не знаю Знаете Мне кажется Изначально путали И в начале Когда мы Появились с песней Maybe Очень много Действительно думали Что мы скандинавы Или англичане Вот Да С нами говорили На английском Долгое время Все время приезжали В Москве В России Мы приезжали На фестиваль И с нами Все говорили На английском И мы с ними Говорили на английском Вот И как-то Первые Бывало Что они Спрашивали Вопросы на английском Мы отвечали На русском И они продолжали Мы поняли Ну давайте Давайте Почему нет Интересно было Только что Где вы подписывали Помнишь у нас был Автограф Сессия Большая В Москве Это было Либо нет Нет В Москве В Москве Да Такая Очень взрослая Женщина Со мной Начала На немецком Говорить А вы немецкий Владеете Нет Я ей отвечаю На что-то Я понимаю Но я ей отвечаю На русском Она продолжает На немецком Долго продолжала Слушай А может она думала Что мы вот этот Немецкий коллектив Гэм Да Это Тишевая Да Она пришла Сессия Из Брейдсторма Может быть Да И она думает Странно Они постриглись Да Да Ну а какой язык Ближе к исполнению Какой язык Да Ну я думаю Родной Конечно Всегда будет родной И он В тебе Очень Ну Натурально Гармонирует По матери Да Конечно Это будет всегда Но привыкаешь Вот Начали петь на английском Вначале было очень странно Самому странно Мне кажется Зрителям странно А потом потихонечку Ты продолжаешь делать И Какой И лучше получается И люди привыкают И то же самое И с русским языком было Вначале как бы необычно Скользкие улицы Потом Выходные Потом ветер А потом уже Потихонечку Потихонечку И все И все И пошло Поехало Да И очень Гармонично Чувствуешь Исходя вот из географии Ваших гастролей Это и Россия И там Литва Великобритания И Ирландия Вы как-то Вот если с Россией Путешествуете С туром Под названием Музыкальной истории Там приезжая В Великобританию Или другие страны Европы Вы как-то все-таки Программу меняете Да Допустим Отказываетесь От русских песен От латышских песен Или наоборот Убираете Как это происходит Мы Конечно Всегда обсуждаем Какие песни Будем играть Там или там Но есть песни Которые Вот например На скользкие улице На заре Но это без этих песен Нашего концерта То есть они везде Они везде Да И слава богу Они только на одном языке А вы когда-нибудь Спели латышскую песню В России Конечно В каждом концерте Причем нас просят В каждом концерте Что-то спеть на родном Мы поем В Венеграде Не сделали это Сделали Дэбэ Сделали Это же было Кстати Дэбэ Сделали Они знают песню Подпевают Или хотя бы Вы чувствуете Какую-то вот отдачу Как это На латышском Да На латышском Поехали Вы знаете Опять Тогда речь идет О таких очень Ну больших фанатах На шуме Которые очень следят За брейнстормами Что они Делают Да Делают на разных языках Обычно Я думаю Люди знают На одном языке Они слышат И Вот тут Особенно Когда в Англии Приезжаем Мы чувствуем Вот появляется Проблема В концертах На каком языке Петь В Англии Очень много Латышей Приходят на концерт И ясное дело Хотят слышать На латышском Приходят русские люди Приходят литовцы Приходят эстонцы Приходят поляки И тогда Вот например Песня Ветер Которые на латышском Рубенс На английском Lonely feeling И вот там Начинается реальное Каждый Хочет слышать На своем Музыке И тогда мы стараемся Ну хоть Куплет на одном Музыке На другом Да Иногда Не просто Но мы надеемся Что в конце концов Все рады Давайте еще раз Попробуем Принять звонок Надеемся Пожалуйста наушники Извините Что приходится Делиться ушами Да Доброе утро Мы вас слушаем Здравствуйте Здравствуйте Знаете что Вот Ренкевич Наш знаменитый Министр иностранных дел Многих певцов Запретил Это самое И Кобзона И сейчас Лепса А если б вас запретили Или Россия Сейчас позиционирует Как зеркальный ответ Вы же ни разу Не высказали Что Ренкевич Не виноват Да Спасибо большое Ну может быть Знаете всю эту историю Да Когда музыкантов Вмешивают В какие-то политические Такие вещи Что по этому поводу Думаете Сложно Ну очень Да Чувствительная тема Ну Мужиканты Они музыканты Они в своей сфере Делают свое А если музыкант Понимал музыки Которую он Действительно Творит и пишет Он еще В СМИ Может озвучить Ну какую-то Гражданскую позицию Обозначить Непопулярную Может быть Может Конечно Может Мы тоже Можем И держимся Да Своей Как бы сказать Позицией Да Мы стараемся Аполитично Подойти К вопросам Потому что Иногда Очень Очень трудно Сегодня мир Очень непростой Очень Да Очень Разделенные На такие Информационные Поля И Вот нам Кажется Что Вот Музыке Искусству Спорту Как-то Как-то Держаться Над Рубежами И Если Возможно Ити К людям И Ну И Стараться Дружить Девочка Дала Маленький Листочек Бумаги Где было написано Спасибо вам Огромное Что вы есть Потому что Потому что Вы есть Я есть Но там Очень серьезное Письмо Что у человека Были Серьезные Сомнения Насчет Жизни Продолжать ли жить И вот она Говорит Что в музыке Она нашла Спасение И И ты понимаешь Какая Это важная Какая большая Сила в музыке Как она может Сплотить Созидающая Такая сила Да И помочь Людям И Как говорит Иман Зеду Великий Латышский Поэт Он говорит Времена Не важны Времена Меняются Политические Ситуации Меняются Но человек Важен Вот И музыкант Играет Людям По поводу Людей И ваших Может быть Союзов Творческих Вы много С кем Спелись И вот Это вот Спелись Заканчивается Только песней Или вы Поддерживаете Отношения Дружеские Как вам Вообще Сложно ли Сработаться С новым Человеком Это вот Мишель Это каста Которую мы затронули Это Сансара Видван Вы всегда подчеркиваете Что вы уже друзья Приятели Да Как вы Находите общий язык Находится ли он Всегда с тем С кем вы исполняете Песни Он находится Да И он продолжается Конечно Потому что Мне кажется Я так наблюдал Что с нами Действительно Такая история Что случается То Что должно случиться И с теми С которыми Должно случиться Вот все Что вы упомянули И Мишель И Каста И конечно Наши старые Добрые друзья Би-2 И Женя Гришковец И мы со всеми Поддерживаем Может не ежедневные Отношения Но очень близкие Хорошие отношения Когда встречаемся Мы всегда Рады друг друга Это праздник Да Это мы очень рады Друг друга И И да До сих пор До сих пор Да А бывает Бывает Вот я конкретно Не назову Но бывает Что мы придумаем Ой Нам было бы выгодно Например Ну сделать дуэт С этим или с этим Да С этим или с этим И как бы уже Ну потихонечку Там что-то Организируется Да Но в конце концов Не совпадается Потому что Не знаю Ну вот космос Почувствовал Что как-то Не естественным путем Ты хотел идти Вы кстати В одном из интервью Говорили что Хотели бы с Зимфирой спеть По прежнему актуально Это желание Да С удовольствием Большим Но история такова Что мы уже спели с ней Это не был как бы Песня под Под ее именем Под Зимфирой Но у нее был Такой очень интересный проект С ее племянниками Который называется Учпочмак А да Моя любовница По-моему Учпочмак Да Вот И Ну да И мы Мы пели В нескольких В двух фестивалях Вместе И это было очень хорошо Много репетировали Перед этим Познакомились Подружились Вот Ну Поживем Увидим Вы заговорили О племянниках Зимфиры А буквально неделю назад В этих же самых креслах Рейнер сидели Ваши сыновья Опа Так Да Опа Рассказывали О своей бурлящей музыкальной деятельности О том Как они записывались в Бразилии Выступали в Нью-Йорке Рассказывали О концертах в России А вы как отец Вы рады Что сыновья продолжают Эту же музыкальную линию Для вас это было неожиданностью Либо наоборот Вполне ожидаемо Если они все время наблюдают За тем Как их отец Выступает Ну как-то потихонечку Все шло к этому Потому что Когда им было 10 лет Они создали свою первую группу Группа называлась Жирафы Они втроем играли Да У них друг был На бас-гитаре Да Эдгар всегда Ясно шел на гитару Эмми он всегда на барабан Все И они начали тогда И И как-то на какой-то период остановились Но потом поменяли школу Встретили Роберта Который сейчас Да С ними Их Друг Друг и коллега В карнивал юз Ну вот И как-то уже По-серьезному Это может Какая-то уже династия Появляется Династия музыкантов А нету может быть ревности Или наоборот Сингардис Или что он еще находится в тени Брейнсторм Или вот сложно как-то заслужить Какой-то авторитет Собственной группы Молодым Знаете о чем я очень рад за них Они всегда спрашивают совет Ну не всегда В каких-то вопросах И помните Мы ехали Из Сталина Вместе в автобусе И ребята нам показывали Песню Которая называется Never have enough Это было лет 5 назад Это в принципе На данный момент Их самая популярная песня И они спрашивали Как нам кажется Хороша ли Такое демо показывали И мы говорили Неплохо Очень хорошее Очень хорошее Но слушайте Там где припев Там меняется Чуточку ритм Как бы ломится Может там Что-то надо поменять Да Они так все сказали Ага И ничего не поменяли То есть против Да И прям решили Как придумали И здорово И молодцы И так же было Неделю назад Они мне спрашивали Насчет сет-листа В Риге Который был концерт Да И я как бы сказал Как я думаю И я советовал Советовал как бы Поменять несколько вещей Они сказали Ага И ничего не поменяли Ну вот Ну очень хорошо Что они идут Своим путем То есть они как бы Советуются Проверяют Но в конце концов Сердце И группы Сами решают Как как Да Да Очень неправильно Да Марис Янис Рейнерс Вот наш эфир Заканчивается Может быть Последние слова Слушателям Что хотите сказать Ну давайте Уже декабрь Ну может В наступающем Елочке наряжать Кстати песня Рождество По голове Надо как-то Наряжать Не знаю Дом Там Что-то есть Печь вкусная Ну как-то Себя порадовать Чтобы сердце Радовалось И мы Не грустили Так много И ничего Что так Посмотрим Мы не грустим Все Вы говорили Ну знаете Как себя порадовать Да 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 Себя Других Других Да И вы нас Обязательно радуете Своими новыми песнями Спасибо большое Спасибо Но если можно Совсем честно Вот из новых песен Которые вам Нравятся больше Слышали вообще Рождество К осени Про секс Которые больше вам К осени Наверное Да Сказ-то я Не сказала бы Что Меня особенно Зацепило То есть Эту песню бы я Если говорить честно Не поставила бы себе В плейлист Но к осени После просмотра На Ургансе Я сразу же ее скачала Да Мы голосуем за осень Хорошо Ура Но любим лето Спасибо большое Это было Зата Ветра Да